Всем привет! Вот сегодня я вам покажу итог нашей работы совместной с моим другом Валерой. И эта коллаборация для меня, для нас первая такая, впервые такая вот. Ребят, честно скажу, необычно. Необычно было, и такое ощущение какой-то такой вот, какой-то новизны. Вот. И, конечно же, для меня это тоже новое впечатление, потому что одно дело, когда ты делаешь сам модель, вот просто берешь ее там, либо переделываешь, либо собираешь заново, либо там доделываешь, ну как угодно. А другое дело, когда это в тандеме, когда это такой вот союз творческий. Да, это получается у нас такой вот творческий союз, и он для меня как бы это впервые. Дебют. Вот. И я вам хочу показать, что у нас получилось. В прошлом видео по этой модели, вы можете посмотреть, кто не видел, вот я открывал коробочку, вот мои задумки, какие я хотел сделать. И я вам могу сказать, что все, что я задумал доработать эту модель, вот, мне кажется, у меня получилось. Но давайте скорее смотреть. Но, для начала вы, конечно, видите, что у меня что-то необычное крутится. Ребят, ну так как сегодня тема таких вот каких-то вот... Не переделок даже, а как это назвать, а каких-то... Ну, короче, что-то интересного. Вот, вы видите серебристый троллейбус, конечно же, я вам его покажу. Давайте я вам поближе его вот. Короче, это, ребят, ЗИУ-5 классик басовский. Вот, смотрите. Я его буду расслаблять чуть позже, конечно же, но обязательно он у меня в хотелках. Не в планах, а в хотелках. Вот. Краска с него уже снята. В общем, он по полной программе у меня уже готов к расслаблению. Колеса для него есть. В общем, он... Понятно, что этот троллейбус многие любят. Этот троллейбус многие, наверное, хотят. Этот троллейбус многие, наверное, в журналке ждут. Но классик басовская модель, она очень крутая. Вот. Я просто не мог ее просто в таком виде оставить. Поэтому, ребят, обязательно она будет дохламлена по полной программе. Вот. А я вам скорее хочу показать, что у меня получилось. Эту машинку, студебекер, которую я вам показывал. Вот. Это... Вы уже, наверное, кто смотрел, кто в курсе, тот знает, что мне подписчик денежку прислал и захотел увидеть обзор. Я вам говорю, с чего началась эта вся стройка. И он мне сказал, что он хочет увидеть эту машинку. У него эта машина есть, и он хочет увидеть эту машинку, вот, чтобы я ее показал. Вот. Такая получилась тоже интересная такая... Коллаборация. Короче, и потом, когда уже многие обзоры посмотрели, вот. Валера мне предложил, говорит, давай попробуем автобус из него сделать. Идея. Я думал, блин, а почему бы нет? Мне кажется, интересная. Опять же, для меня это все в новинку, в диковинку. Потому что я этого не помню, я эту машину не знаю. И какая-то вот эта редкая тема, душевная, гробовая, она меня, естественно, не могла не заинтересовать. Ну, ребят, и что из этого получилось, давайте скорее смотреть. Вот, смотрите, товарищи, что получилось в итоге. В общем, значит, скажу так, что вы видели тот обзор. Я показал, что... Как машина сделана. То есть, я что делал? Я сразу скажу, какая моя в данном проекте рука. Значит, декали, свет, тонировка. Ну, и внутри, внутри там вкусняшечки я покрасил. Я не знаю, сейчас мы с вами заглянем, посмотрим. Но на основном канале, на основном канале, на крутилке я выложу ролик. Вы там посмотрите более детально, что внутри находится. Я там сделаю как бы вот вместе, вы посмотрите. Но это на том канале основном уже не вертолет. Ребят, вот посмотрите, там уже работает свет вовсю. Мы с вами выключим обязательно верхний свет. Я сначала вам его покажу так, а потом я выключу свет, и мы посмотрим, что там внутри. Ребят, в общем, смотрите, что у нас с вами получилось. Я поставил номерки. Номерки я поставил от ГАЗ-51. Я тогда покупал. Вот, очень круто тоже. Мне очень нравятся вот эти вот желтые. И они более-менее к месту. Тут пигменты. Масляные точки. Зинка. Да, ребят, но я от мотовоза сделал. Смотрите, зинка какая классная. Видите? Вот, зинка. Это смоляной кузов. Вот, кузов сделан из смолы. Вот, там, ребята, смотрите, чемодан стоит. Видите? Вот. Окна, я их, как впервые, вот так вот загадил. Загадил это смывкой, уальспиритом и лаком. То есть, там какая-то, я и сам не понял, как у меня получилось. Вот. В общем, пигменты уже немножко подстерлись внизу, но в любом случае, они, как бы, их всегда можно лепить. Так, ребят, посмотрите внимательно сзади, что я сделал. Во-первых, номер сзади. Вот, видите, там, я не знаю, виден сундук, на этом сундуке, я его красил. Смотрите, гробовые весы тюмень стоят. Вот, посмотрите. Имейте в виду, что лампочка, лампочка, вы видите, она такая лимонная. На самом деле она желтая, это просто цветовая температура. Она сейчас стоит на, ну, как бы, на корпус, на общий. Поэтому освещение может иметь оттенок не тот. Но цвет здесь, он такой вот желто-теплый ламповый цвет. Я диод красил. Вот, сейчас я вам покажу, где батарейка прячется. Я ее колхозно сделал. Так, у нас с вами там бочка находится сзади. Вот, я там тоже протонировал. Так, плакат я сделал вот с этой стороны тоже, с левой. Дальше, вот изнутри, изнутри, там у меня находится пять плакатов. Значит, два плаката, это, я не знаю, вот, ребят, видно там. Вот там внутри плакат наизнанке. И вот на этой тетке тоже наизнанке. Дальше, два плаката находятся вот в скатах вот этой задней части. Ну, тут, наверное, вы не увидите. Ну, я не знаю. Вот там видно, нет? И один я решил еще вот на этот толстый лоб сделать там. Он как раз под формат. Наверное, тоже ни хрена там не видно. Ну, поверьте мне, что там это есть. Дальше, номер автобазы я решил поставить. Вот номер два. Номер два. Вот колеса, смотрите. Колеса. Колеса, и это все, естественно, которые были непосредственно на журналке. Вот, ребят, это называется, что можно из журналки сделать. Видите? Так. Вот что получилось. Ребята, еще вам хочу сказать. Здесь у нас и медь, и картон, и смола, и пластик. В общем, короче говоря, все вместе. Смотрите, решетки. Решетки убрали, а решетки нахрен не нужны. Так гораздо круче. У меня мысля была сделать этот бусик в санитарном варианте. А потом я так понял, что нет. Все-таки не в санитарном, несмотря на то, что он зеленый. И он и не военный. Он именно такой вот гробовой, гражданский. Вот смотрите, ребят, в жопе, видите, батарейки просто приклеены. И все. То есть, все очень просто. Там два проводка я протянул. Вот низ. Ну, ничего особенного. Он покрашен был в черный цвет вместо такого пластмассового зеленого, который он был изначально. В общем, ребят, вы видите, что получилось. Вот. Вот у нас с Валерой такая вот задумка и такое совместное, ребят, творчество получилось. Мне кажется, получилось очень интересно. Вот. Так что, посмотрите. Вот такая красота. Вот у меня теперь в коллекции вот такая шикарная модель. То есть, моя, моя, как бы, заслуга вот в этой модели минимальна. Вот минимальна я вам то, что сказал в начале. Потому что основная работа, основная работа была сделана им. Так что, вот. И, ребят, и обратите внимание, корпус, он не приклеен. Он немножко вниз. Видите? Его, в принципе, можно, смотрите, чуть приподнять. Вот так вот. А можно его, наоборот, вот так вот опустить. И он, видите, у него осанка. То есть, получается, он немножко чуть назад, видите, заваливается. И это даже круто. Вот это мне больше нравится, потому что у него, смотрите, видите, всё-таки большой свес идёт. Соответственно, ну, как бы по логике, да, как бы вот он перевешивает, он как бы сдавливает. Вот мне всегда нравились, когда колёса, особенно вот эти большие грузовики, когда, ну, автобус это вообще самое душевное. Когда именно вот так, рессоры, я так понимаю, туда расхламлялись и проседало вот так, чуть ли не до земли. Понимаете? Вот. Но эта модель, это она, её можно снимать крышку, можно вообще запросто это всё дело расхламить. Вот. Она снимается, там, она не закреплена, и это круто. Потому что всё равно, допустим, я хочу плакат снять, хочу другую Зинку. Давайте я вам её покрупно покажу. Может, я хочу другую Зинку расхламить. Вот. Ну, не стал так прям сильно увешиваться, потому что это уже было бы колхоз конкретный. Я решил, что вот этот вот плакат, вот самый раз. Вон там весы, посмотрите внимательно. Лампочка у нас вот там стоит. Окна, естественно, я не мог оставить чистыми. Они у меня как-то вот запачкались. Вот. Смотрите. Да, здесь заплатки сделаны. Он сделал заплатки на дверь. На... Сейчас я вам покажу. Вмятины в крыле были сделаны. Я в них сделал сколы ржавчиной. Вот. Если это видно. Ну, я надеюсь, что это видно. Вот. Тоже, видите? Здесь вот. Оп. Вот такая обнятина. А вот Зинка. Вот Зинка. Не болтай. Не болтай. Ни в коем случае. Вот. Ну, ребят, ну... И здесь я решил вот этот вот шов обыграть именно вот такой. Я не знаю, насколько это, ребят, получилось правдоподобно. Вот. Вот. Я только учусь. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае вот эти все... Вся тонировка, все эти пигменты, это все можно смыть. Это все можно заново. Это вообще можно... Спиритом, его ваткой, раз, и все, и все смыло, и все чисто. То есть... Но, конечно, модель, она на то и модель, она должна быть... Ну, она не должна быть чистой. Чистые это игрушки в магазине, которые были, вот они... Они чистые остаются. А здесь нам такое не надо. Вот там, ребят, это часы, весы, то есть я их красил сам. Декаль, там, типа, аля, такая вот шкала. И мне еще нравится, что здесь такое небольшое окошко. Вот. Там сундучок. С левой стороны стоит бочечка. Вот. Вот там бочка стоит. Вот. И то, что... Вот так можно все равно даже через мутное окно что-то, что-то, ребят, проглядеть, посмотреть. Ну, в общем, короче говоря, вы поняли, что вот... Модель просто интересная. Просто интересная, это знаете что? Потому что это... Ребят, вот знаете, раз у меня вот такая вот интересная вещь произошла, такая совместная, вот, значит, значит... Значит, я двигаюсь вперед. Я очень надеюсь, что мы еще что-то интересное такое замутим, еще чем-то такое классненькое. Я уверяю, что боженька он просто так не дает. Он дает для того, чтобы ты развивался, для того, чтобы ты что-то постигал. Понимаешь? И людей на пути дает хороших, правильных, интересных, душевных, добрых и золотых. Вот так. А теперь давайте с вами вырубим свет. Давайте-ка посмотрим в темноте, что же там находится. Вот смотрите, что у нас находится внутри. Давайте, ребят, посмотрим. Это очень сложно. Так, чтобы резкость никуда не убежала. Вот. Вот у нас там, ребят, видите? Там у нас с вами находятся сиденья. Так. Вот там тетеньки находятся. Вот там стоят, видите? А теперь давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Это у нас получается левый борт. Лампочка у нас находится с вами вот там, видите, наверху. Вот. Приблизительно где-то в центре автобуса. Так. Давайте аккуратненько посмотрим, чтобы резкость не убежала никуда. Видите, получается, сзади чуть потемнее. Как-то вот так вот. Такая вот неоднородность у нас с вами. Так. Вот там плакатик находится. Так. Аккуратненько введем. Вот там чемодан, можете посмотреть. Так. Дальше смотрим, ребят. Так. У нас с вами тут весы гробовые. А вон весы, видите? Вон они весы. Вот. Чемодан просвечивается, просвечивается. Так. Дальше смотрим. Чемодан у нас стоит. Ребят, человек без чемодана, как дерево, всю жизнь на одном месте. Так. Вон там еще плакат изнутри. Мне кажется, это классно, что я обыграл. Все-таки это лучше гораздо, чем если бы его не было. Дальше. Ну, они мутные, видите? Стекла, они мутные. Так, может, не очень видно, но где-то видно. Сзади тоже есть. Но, ребят, это надо так туда залезать и смотреть. Так. Лобовое стекло давайте посмотрим. Смотрим. Вот. Тоже просвечивается. Видите, как там сделано. Вот. И слева окошечко. Вот так вот. Тоже там все видно. Так. Вот такая прелесть. Слушайте, чем-то похоже над резину. Да. Кстати, имейте в виду, что здесь у нас получается 6 вольт. То есть, здесь две батарейки по трешке. То есть, если бы я одну поставил, было бы, ну, более тускло. Вот. Ну, слушайте, мне кажется, лампа... Вот скажите, как вы считаете, круто, когда лампочка... Это же не сложно, ребят, поставить. Это же реально круто поставить лампочку. Это же очень здорово поставить лампочку. Так. Давайте я вам там... Там какие-то матрешки. Я не знаю, там что-то старенькие какие-то там находятся. Вот, чтобы на них резкость не велась. Вон они, видите, там две красавицы. Вот. Ну, короче говоря, вы поняли. Так, весы, весы. Вот, смотрите, сзади вообще такое... Вот, более тусклое такое. Видите, вот там плакат. А тут плакаты я сделал. Короче, там какие-то коньяки, бутылки, видите? Вот. Вот, мне кажется, это будет гораздо интереснее. Так. Вот так вот, короче, расхламляется у меня сундук. Там весы гробовые. Ну, и, соответственно, чемоданчик. Ну, вот, чем вы видите, да? То есть, всё очень просто, очень душевно. И это несложно. Лампочку вставить вообще проблем нет. Ну, в общем, вы поняли, какая поделка у нас получилась. Вот, интересно всегда что-то делать такое, что других нету. Что-то своё. Я всегда вам говорил, ребят, что делать не стандарт, не стандарт, который в коробках, не стандарт, который вот одно и то же, а вот именно что-то необычное, что-то своё. И, конечно же, после этой машинки, вы это видео увидите, я начну расхламлять кавзик. Ребят, кавзик обязательно. Моделей у меня непочатый край, не знаешь, за что хвататься. И вот этот кавзик, наклейка полетела. Вот этот, ребят, со злой мордочкой я буду расхламлять. Вот. Ну, вы знаете уже, кто знает, кто следит за этим делом, за моими постройками, это будет дрезина. Это будет дрезина. А буду ли я её перекрашивать или не буду, разрываюсь на части, буду завтра уже непосредственно, когда обзор буду делать, уже пойму. Потому что, может быть, мы с вами в обзоре её и расхламим сразу. Посмотрим, не будем загадывать. Потому что всё это очень-очень по-разному. По-разному. Но, честно говоря, конечно, по-хорошему, по-хорошему, это по-хорошему, конечно, нужно перекрашивать, нужно смывать, нужно убирать, нужно делать по-человечески. Вот. Так что, ребят, вот, я надеюсь, вам понравился этот бусик, вот такой красавчик. Вот. Так что, я думаю, что что-нибудь ещё интересненького обязательно в жизнь придёт. Обязательно. Вот. Валерия, я говорю, огромное-преогромное спасибо. Мне было очень приятно, мне было очень интересно с этим работать. Да, это недолго, конечно, недолго, да, безусловно. Но вот, это, вот, блин, я сам не ожидал. Честно говоря, я всегда, всегда, когда начинаю что-то делать, я всегда не уверен в своих силах. Даже если это какая-то ерунда. Я всегда сомневаюсь. Вот. Давайте я вам ещё номер автобазы покажу. Вот. Решил сделать так, только на водительское сидение. Вот. Номер два. Вот. Я всегда, ребят, сомневаюсь. Я всегда как-то вот, ну, думаю, блин, ну, получится, не получится, там, тыры-тыры, пятое-десятое. Ну, вот, оно как-то вроде меня устраивает, и самое главное, удовлетворение ты испытываешь. Потому что, что удовлетворение, это очень-очень важно, ребят. Это очень важно. Вот. Конечно, есть люди, профессионалы, которые там прям во-во-во-во. Вот. Я, я делаю то, что мне нравится. И я те модели вам показываю всегда, те, которые вот как могу, как могу, на что мне хватает, на что хватает моих возможностей и мозгов рук. Вот. Но в данном случае в мою жизнь пришло что-то новое, потому что это вот такая вот совместная творческая работа. Вот такой у нас сегодня с вами обзор. Необычный, интересный. Я надеюсь, что это понравилось. Я хочу сказать вам, ребят, делитесь, показывайте. Конечно, это интересно. Очень интересно. И я даже удивлен, что столько людей, не сказать, что много, не буду переигрывать, не буду врать. Но для меня это все равно вот как бы немного людей, для меня это все равно много, и те, которые следят за моими постройками. Вот реально, вот людям это интересно. Я даже удивлен. Я реально удивлен. Ну, значит, что-то я, что-то интересное вам миру являю, коль интересуются и хорошие комментарии пишут. Ну, понятно, что на всех мил не будешь, да это не надо. Самое главное, когда ты честно, красиво и душевно, со полной отдачей показываешь свои поделки. А теперь и совместные поделки. Всем всего хорошего, мира вашему дому, пусть у вас все будет хорошо. А я, ребятки, пойду расхламлять дрезину, потому что просто жуть какая-то слов нету, как хочется мне сделать этот кавзик, сделать то, что ни у кого нету. Всем мира, добра, всем пока.